Дорогие друзья, всем еще раз здравствуйте. Продолжаем наш эфир в студии Лизы Калинина «Наука и технологии». Программа стартует и с радостью хочу представить нашего сегодняшнего гостя. В студии у нас здесь находится генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Валерьевич Брычкин. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы к нам пришли. И мы продолжим. Вчера мы тоже уже беседовали на тему образования. Передаем такую стафетную палочку. Сегодня будем говорить о трансформации образования. Сегодня давайте сначала для нашей аудитории, для слушателей и зрителей поясним, что это такое трансформация образования сегодня. То есть в какую сторону держать этот вектор? Что менять? По вашему мнению, да. Вы знаете, нельзя сказать, что надо что-то менять. Вот такой прям необходимости что-то менять и задачи в целом не существует. То есть образование трансформируется само собой. Трансформируется оно под давлением новых технологий. Вот сегодня, в настоящее время, в целом общество сильно меняется под давлением технологических всяких изменений. Основным фактором производства становится уже не капитал, потому что процентные ставки на Западе, они снизились практически до нуля. И даже уже неприродные ресурсы. Цены этих самых природных ресурсов тоже снижаются. Становится наука и технология. И это ключевые факторы производства сейчас. Именно это создает сегодня добавленную стоимость. И, собственно, технологии, которые меняют общество, меняют экономику, они содержат огромный потенциал для изменения индустрии образования. И это не только возможности комбинирования различных видов контента, текста, изображений, видео, аудио, каких-то интерактивных элементов, игр и так далее, в одном учебнике электронном. Это в том числе и возможности связаны с использованием больших данных для того, чтобы трансформировать саму педагогику, сделать ее, наконец-то, доказательной наукой. Что я имею в виду? Сегодня мы не знаем, почему в том или ином регионе, в той или иной школе результаты обучения, они такие, какие они есть. И не знаем, как сделать их выше. Мы догадываемся, можем пробовать, что-то у нас может получаться, что-то не получаться. Но ведь реальная наука, она же оперирует конкретными рецептами, конкретными способами, конкретными причинно-следственными связями между действием и результатом, который мы получаем. И цифровые технологии, бигдейты в частности, могут дать нам возможность именно в этом ключе понять, почему тот или иной ученик именно так воспринимает этот контент. Почему именно... То есть, как бы проанализировать. Проанализировать, да, конкретные действия конкретного ученика, как он реагирует на тот или иной контент, как он проходит задания, и дать ему именно то, что нужно для максимального раскрытия его потенциала. То есть, бигдейты может сделать образование персонализированным, может сделать педагогику доказательной наукой, и за счет этого повысить образовательные результаты в целом для страны. Да, это уже реализуется, или пока это просто мысль уже, или это уже есть какие-то, скажем, результаты? Корпорация «Российский учебник» в этом году начинает пробовать это делать. У нас есть определенный опыт, связанный с созданием цифрового контента, с созданием цифровых образовательных сервисов, и сейчас, объединяя наши компетенции с компетенцией по обработке больших данных, мы пытаемся выходить на те самые результаты. Но я еще хотел продолжить, потому что я не закончил. Второй глобальный тренд, который мы сейчас видим, и он действительно чрезвычайно актуален. Мы не знаем, какие именно знания будут нужны сегодняшним первоклассникам, когда они будут заканчивать школу. Тот багаж знаний, который будет необходим через 11 лет, он может очень сильно отличаться от того, что есть сейчас. Потому что технологии развиваются чрезвычайно высоким темпом, и этот темп еще и ускоряется. Я четыре раза менял образ своей профессиональной деятельности, и четыре раза мне приходилось учиться заново. Ну да, переучиться. И я подозреваю, что нашим детям придется учиться всю жизнь. Поэтому само содержание образования и определение того образовательного результата, который мы, собственно, хотим получить в школе, оно сейчас тоже должно трансформироваться. То есть упор должен делаться на метапредметные образовательные результаты, надпредметные. Не конкретное знание, как решать квадратные уравнения, или, например, в биологии о строении клетки, а тот комплекс навыков, тот комплекс компетенций, который формирует умение учиться, так называемые универсальные учебные действия. Это, например, умение анализировать информацию, выделять в ней главное. То есть обучить человека работать с информацией, неважно в какой сфере, я правильно понимаю? Неважно в какой сфере, научить его учиться, научить его критически мыслить, научить его искать эту информацию, отбирать ее, обрабатывать, анализировать частные какие-то измерения, приходить к общим выводам, и двигаться наоборот от общего к частному. И вот эти метапредметные результаты, на наш взгляд, являются сейчас основными результатами, которые должны реализовываться в системе общего образования. Вы работаете в этой сфере, вы видите, как вы считаете, это получается на практике? То есть уже система образования меняется в эту сторону, чтобы, правда, ребенка обучали именно выделять информацию? То есть все, что вы сейчас перечислили? Или пока вот все как было, надо хорошо получить пять по этому предмету, по этому, по этому? Какая сейчас ситуация? Вы знаете, в нашей стране действует очень действительно прогрессивный федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения, который как раз и ввел понятие метапредметных и личностных образовательных результатов, объяснив, что именно эти результаты в том числе ожидается от учеников системы общего образования. И он внедряется, внедряется уже несколько лет, и сегодня, вот в этом году он внедряется в восьмых классах школ. То есть это основное образование, восьмые классы школ, когда школы переходят на соответствующие учебники, поддерживающие эти, собственно, образовательные стандарты. Чего, на наш взгляд, не хватает, это непосредственно самой методики, которая позволяла бы измерять эти образовательные результаты. То есть эффективность понять, да? Понять эффективность, то есть понять, а что же, собственно, происходит. То есть происходит действительно внедрение и развитие этих самых образовательных результатов или нет. То есть в этом контексте, наверное, нам нужно совершенствовать систему итоговой аттестации. То есть нужно совершенствовать ОГЭП результатам девятого класса и, возможно, ЕГЭ. Может быть, это будет какой-то отдельный экзамен, который будет выявлять именно эти самые метапредметные и личностные образовательные результаты. Но, например, я фантазирую, при поступлении в западную бизнес-школу зачастую требуется тест GIMAT, результаты теста GIMAT, который как раз и измеряет способность человека учиться в этой самой бизнес-школе. То есть, по сути, измеряют тот самый пресловутый метапредметный образовательный результат. Понятно. Вот еще такой вопрос. Все-таки много учителей той системы, ну так скажем, советской, им легко переключаться на все вот эти новшества, именно менять, ну как бы, сознание, подход, не просто как по-новому объяснять предмет, нет, не в этом дело. Они же тоже, получается, вместе с учениками должны меняться, правильно? Конечно, это действительно так. Мы совместно с высшей школой экономики недавно как раз закончили исследование компетенции педагогов. У нас в опросе поучаствовало порядка 6 тысяч человек. И надо сказать, что результаты значительно лучше, чем мы ожидали. То есть педагоги в целом готовы к тому, чтобы развиваться, готовы к тому, чтобы осваивать новые компетенции и внедрять их в свою педагогическую практику. Конечно, зависит это и от возраста педагога, и от его предыдущего опыта, квалификации, насколько он... Гибкий. Гибкий, да. Насколько его психографический профиль соответствует тому вот самому образу современного педагога, который, по идее, должен внедрять в гос. второго поколения. У нас, давайте сейчас состоится небольшая пауза. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что в гостях сегодня у нас генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Валерьевич Брычкин. Мы говорим о трансформации образования. У нас много вопросов. Поговорим мы о цифровом образовании, как это вообще все происходит. Вы тоже можете писать свои вопросы. Задавайте WhatsApp Viber 909-928-189-9. Я надеюсь, что Александр Валерьевич с удовольствием прокомментирует. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, в студии Лиза Калинина наша программа «Наука и технологии». Наш гость сегодня — генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Валерьевич Брычкин. Мы говорим о трансформации образования сегодня. Вот просит конкретные примеры. То есть, как это будет работать. Вот сейчас уже, ну, тоже, что вижу я, да? Есть электронные дневники, есть электронные учебники. Это тоже своего рода такая инновация, которая сейчас, ну, уже работает во всех буквально школах страны, да? Вот что еще? Какие такие примеры мы можем нашим слушателям, зрителям пояснить? Ну, во-первых, не во всех. Не во всех. В школах не во всех. Не во всех школах страны работают электронные учебники, и даже, извините, простые художественные произведения, которые изучаются в рамках школьного курса литературы, не всегда доступны в школах, в школьных библиотеках в электронном виде. А спрос на это есть значительный. Вот в 2016 году в рамках федеральной целевой программы развития образования Министерство образования выделило определенные деньги на то, чтобы модернизировать школьные библиотеки. Ну, и в частности, закупить литературу, изучаемую в курсе литературы, в электронном виде для этих школ. В эксперименте поучаствовало около 20 регионов. И вот мы видели статистику, поскольку я еще одновременно являюсь членом совета директоров компании «Литрос», которая во многом реализует именно работу с художественной литературой. Мы видели статистику, и в какой-то момент мы увидели, что в неделю ученики брали с полки и читали примерно 35 тысяч книг. И это действительно нас поразило, потому что регионы, которые участвовали в эксперименте, не выглядели, с одной стороны, сильно отсталыми, то есть нельзя сказать, что там вот книг нет, а с другой стороны, вроде как, и не выглядели такими прогрессивными, то есть это не Москва и даже не Санкт-Петербург, это вполне себе средние регионы. То есть дети готовы использовать, и учителя готовы использовать современные технологии работы с контентом для того, чтобы сделать эту работу более удобной. И именно об этом, собственно, электронная форма учебников, она более удобной работе с контентом, потому что там есть навигация, интерактивное оглавление, там есть возможность поиска, причем поиска не только по четким формулировкам, биология, но и по сокращенным формам слова, словосочетаниям и так далее. Там... Ну, как поисковик, да. Как поисковик, по сути, да. И если говорить про нашу электронную форму учебников, она работает онлайн, оффлайн, на любом устройстве, которое может быть... Как удобно на экзаменах. Если бы на экзаменах это можно было использовать. Я считаю, что, в принципе, нужно строить экзамен таким образом, чтобы источник информации... Чтобы студенты списывали. ...был доступен. Доступен для того... Ну, как вот сегодня, когда перед вами стоит какая-то задача, вы как ее решаете? Вы набираете в поисковике вопрос. Конечно. И получаете ответ. Да. Какой смысл в этой ситуации зубрить, заучивать, если, извините, это все можно найти понятным образом с помощью простого поисковика Яндекса, Гугла или какого-то иного. Задача в том, чтобы выделить в результатах то, что действительно будет валидно, интересно и правильно. Ну и проверить эту информацию. Проверить эту информацию. Да, да, да. Потому что разные могут попасться. Действительно, действительно так. То есть получается, что тот навык, который нужен в будущей жизни, это не навык запоминания, это навык поиска информации, ее проверки, выделения главного. Вот вам конкретный пример, как могли бы, собственно, работать цифровые технологии. Вот еще у меня есть такая информация, что будут использоваться в школах визуальная дополненная реальность. Вот эти VR-очки и так далее. Вот как это применяться будет? И для какого возраста? Ну, поясните, пожалуйста. Мы полагаем, что для любого возраста. То есть применять можно не только в школах, но уже и в детском саду. И дети могут действительно этим активно пользоваться. Это скорее будут виртуальные тренажеры, которые, ну, если говорить о виртуальной реальности, это виртуальные тренажеры. Например, интерактивная химическая лаборатория, в которой, надев очки, ты видишь набор реактивов, набор различных приборов, кол, приторт и так далее. И можешь проводить в этой виртуальной реальности виртуальные химические эксперименты. Не вредно для детей? У меня вот был эксперт как-то и говорил, что вот надо там после 14 лет, по-моему, только это делать. Ну, ладно. Я относительно здоровья и влияние современных гаджетов на зрение пока не видел таких действительно серьезных, фундаментальных исследований. Да, мы продолжим. У нас сейчас рекламная пауза. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Мы сегодня говорим о новом образовании, что ждет наших детей. Мы продолжаем программу наук и технологии. Лиза Калинина в студии. В гостях у меня сегодня генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Валерьевич Брычкин. Мы говорим о трансформации образования сегодня. Остановились на том, что даже в младших классах и в детских садах будут, скорее всего, внедряться вот эти VR-очки дополненной реальности, да? Дополненная реальность — это несколько иное. Вот поясните, да, потому что я не очень разбираюсь. Это когда вы, например, берете свой смартфон, наводите его на какой-то объект реального мира, и у вас на изображении появляются определенные подсказки и информация. Ну, то есть, условно говоря, навели... Это как раньше покемонов ловили? Гораздо лучше, гораздо интереснее. Ну, принцип такой. Навели на сосну смартфон, и у вас появилась подсказка, что это пинус сильвестрис, сосна обыкновенная или серебристая, и, соответственно, все ее параметры, рост, вес и так далее и тому подобное. То есть все, что вам необходимо. Это можно наводить и на другие объекты, на страницу книги, на, соответственно, задачи, то есть делать обучение более интересным. Это вот что касается дополненной реальности. Ну, это классно, да, это полезно. Мне кажется, дети вот так будут потом ходить. Это интересно. Это интересно, это привлекает внимание. И одна из, в общем-то, задач цикла обучения — это сфокусировать внимание на каком-то объекте, на каком-то предмете. С помощью этого средства внимание фокусируется очень даже неплохо. Ну и плюс еще, почему, например, та же самая виртуальная реальность получит, как мне кажется, широкое применение. Вот я видел исследование, в соответствии с которым, если школьник или ребенок работает с 3D-объектом в виртуальном мире, то уровень запоминания того, что он там делал, то, что он там видел, он достигает 95%. То есть это мощно воздействует и на внимание, и на другие, собственно, процессы, которые происходят у него в этот момент в голове. Так что он действительно запоминает, действительно осваивает те навыки, которые ему обучают. Как вы считаете, вот не будет ли здесь каких-то минусов? Я думаю, многие задаются этим же вопросом в том плане, что дети будут терять концентрацию внимания, не смогут читать длинные произведения, например. То есть вот эта вот вся система, она классная, она интересная, она, правда, новая, она современная, но поскольку все так быстро, ты переключаешься с одного момента на другой, учебник электронный в поисковике ввел, тебе нужный абзац выдали, но вот сесть и прочитать всю книгу, и ребенок уже вот этот навык потеряет. И как вы считаете? Мне просто интересно. Нам кажется, что это, в общем, не зависит от того, как человек учится, это скорее общая склонность человека и способность его концентрировать внимание на какой-то длинной активности. Более того, я вам скажу по моему личному опыту, я, например, не могу слушать аудиокниги. Для меня этот способ восприятия информации, он слишком медленный. То есть читать для меня это более быстро и более понятный способ получения информации. То есть самому, когда вы читаете книгу. Самому, конечно, да. То есть это гораздо быстрее получается. Гораздо быстрее, чем слушать аудиокнигу. Ее приходится включать на увеличенной скорости, для того, чтобы хоть как-то приблизиться. Ну там еще читают актеры, понимаете, с паузами, с выражением. Конечно, правильно. Вот, поэтому я не думаю, что это обучение будет способствовать к тому, что будет происходить отказ от книги как от способа получения информации или от... Какого-то эстетического, так скажем, удовольствия. Да, это не связанные в целом вещи. Но то, что темп жизни возрастает и необходимость быстро переключать внимание между различными объектами, она становится, в общем-то, жизненной необходимостью. Ну, это так. Мы живем в этом мире. Он такой, какой есть. Дети должны быть к нему, как мне кажется, приспособлены. И готовы. И готовы, конечно. Смотрите, вот сейчас, как вы считаете, мы уже поговорили про подготовку учителей, не знаю, детей и так далее. Вот этап внедрения новых технологий, так скажем, он постепенный, поэтапный. Или бывает это как жизнь поменялась до и после. Вот все, вставим новые, я не знаю, вводим электронные книги, электронные учебники. То есть как это вот сейчас происходит, вот эта модернизация системы образования? Образование одна из самых консервативных индустрий, в которой, наверное, невозможно поменять все и сразу. В миг. В миг, да. Вы абсолютно правы, что и педагоги должны быть готовы к этим изменениям. И нам кажется, что эти изменения должны происходить естественным путем. Путем, если хотите, естественного отбора. Так. Вот. У нас замечательный закон образования, который во многом предоставляет педагогам самостоятельность при выборе средств обучения и средств воспитания. Что имеется в виду? Это учебники, учебные пособия и технологические решения в том числе. И, собственно, как нам кажется, что если у нас будет сохраняться эта возможность, и корпорации «Российский учебник», другие участники рынка образования будут предлагать те или иные решения, задачи, которые стоят перед системой образования, перед педагогом, если хотите, то лучшие решения, они будут находить поддержку и будут постепенно внедряться в жизнь, завоевывая сердца. Ну, вот в качестве примера. Вот есть у нас в портфеле учебник физики, вернее, даже не учебник физики, а линию учебников физики Пёршкина, который занимает большую часть рынка и большая часть фондов школы, комплектованная этими самыми учебниками. Хотя учебники, они, я не могу сказать, что сильно современные, то есть они созданы давно, но они созданы настолько хорошо, настолько понятны, настолько сложные темы рассказаны просто, что постепенно этот учебник завоевал практически всех педагогов, которые преподают физику. И мы полагаем, что этот же… Извините, я не знаю, то есть как учитель, он может выбрать какой-то учебник сейчас, да? А, понятно, то есть он выбирает, так, понятно. И мы полагаем, что это же будет и с цифровыми технологиями, то есть лучшие практики, лучшие технологии, лучшие сервисы найдут поддержку среди педагогов и будут внедряться в каждодневную школьную жизнь. Если они будут давать ещё и хорошие результаты, а они должны давать хорошие результаты, значит, зачем педагогу их, собственно, использовать? Ну, тогда у нас и в целом система образования будет развиваться и качество образования будет расти. Отчасти мне очень близко, что вы говорите о том, что нужно менять, ну, как бы, подход к ребёнку, да, чтобы он умел обучаться, вот всё, что вы перечислили, обрабатывать информацию и так далее. Как проверять, ну, скажем, эффективность вот этого? Ну, ребёнок должен поступать туда, куда он хочет, он должен как-то реализоваться. Как это измерить? Ну, то есть, сработала вот эта методика или не сработала? Ну, давайте вернёмся на несколько шагов назад, когда я говорил о тесте GMAT, который как раз измеряет готовность учиться в бизнес-школе. То есть, тест построен на действительно предметных задачах. Это задачи на математику, задачи на общую логику, задачи на построение мыслей, задачи на грамматику. То есть, это целый комплекс предметных задач, которые, тем не менее, измеряют именно метапредметные образовательные результаты. То самое пресловутое умение учиться и способность осуществлять универсальные учебные действия, критически мыслить и формулировать эти самые мысли, излагать логично, рассуждать и так далее и тому подобное. То есть, способ измерения, он есть, он существует. Можно построить тест, который будет мерить именно это. Да, но у нас же сейчас ЕГЭ. Мне же мат. Это как они, ну, нормально. Можно их сравнить? Ну, то есть, ЕГЭ измеряет вот эту... ЕГЭ измеряет сейчас в основном, конечно, предметные образовательные результаты. Но я полагаю, что мы двигаемся в какой-то степени в правильном направлении, когда мы говорим о вводе, возврате, вернее, сочинения в ЕГЭ. Ну, эссе даже там, по-моему. Эссе, да. То есть, это правильное направление. Я думаю, что в этом направлении нужно действительно продолжать двигаться, да, дополняя предметные задачи теми задачами, которые будут измерять и метапредметные результаты. Другое дело, личностные результаты, личностные компетенции. Как измерить коммуникативные навыки ученика? Ну, в эфир посадить, например. Взять интервью или что-то... Это один из способов. Вот у нас в корпорации мы для наших сотрудников создали панель компетенций. Что это такое? Это некие паттерны поведения, которые сформулированы, ну, простым человеческим языком. Находит общий язык со своими контрагентами. И дальше мы, собственно, задаемся и вопрос. Как часто он это делает? Он это делает всегда. Ну, тогда, значит, у него эта компетенция проявлена в каждодневной деятельности. Это его навык, который вот он использует автоматически. И он молодец. То есть, он проявляет эту компетенцию хорошо. Он это делает иногда. То есть, иногда у него получается, иногда не получается находить общий язык. Ну, в этой ситуации мы считаем, что компетенция еще нуждается в дополнительном развитии. Ну, или он никогда это не делает, тогда ему необходимо учиться. То есть, ему необходимо осваивать теоретический материал по этому пути, практиковаться. Осознанно контролирует то, что он, собственно, делает в повседневном общении. Развивать этот навык. Формировать этот навык. Развивать компетенцию. То есть, процедура оценки этих компетенций, она несколько отличается. Это, скорее, формат собеседования или формат опроса, формат наблюдения за тем, что конкретно делает ученик в течение учебного года. Наши западные коллеги говорят об этом как о micro-credentials, о микродостижениях ученика, в которых он именно проявляет эти самые личностные образовательные результаты. Вот запись этих micro-credentials формирует его как бы трек развития и в конечном итоге приводит к возможности оценки тех современных компетенций, компетенций 21 века, о которых сейчас практически все говорят. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Валерьевич Бурыщкин. Мы говорим о изменениях в образовании, так скажем, да, инновациях. Мы вчера тоже вот общались с вашим коллегой, я задавала такой вопрос, если говорить не про столичный опыт, ну, у нас страна большая, есть и школы сельские, ну, и то, я знаю, там есть какое-то дистанционное обучение, да, там бывает что-то. Ну, в общем, школы разные, уровень жизни разный, и уровень мышления разный. И для некоторых людей там все вот эти понятия блокчейн, майнинг — это вообще что-то несу света. Ну, например, да, то, что сейчас современно. Вот как более-менее уменьшить эту пропасть между людьми? Либо, я ошибаюсь, ее нет. Ну, я думаю, что все-таки, конечно, в крупных городах, особенно в столице, наверное, в столицах, доступ к качественным образовательным услугам, он несколько проще. Он несколько проще. Но интернет работает как великий уравнитель. То есть если есть доступ в интернет, ты можешь получить доступ к лекциям ведущих вузов мира, не то чтобы Москвы, а мира в целом. Также, собственно, если есть интернет, если есть гаджет, смартфон или планшет, ты можешь получить доступ и к лучшим образовательным практикам и сервисам в сфере общего образования. То есть в принципе сейчас самообразование — это, ну, как бы во главе угла, так скажем. Я не могу сказать, что во главе угла, потому что все-таки для образования нужен наставник, нужен педагог, который сопровождает тебя, помогает тебе, помогает тебе продраться через этот лес знаний, мотивирует в какой-то степени. Его роль, конечно, меняется. То есть он теперь не вещатель, он не рассказывает там с главного места у доски о том, как это все работает и как это нужно делать. Это не основная его функция. Основная его функция сейчас — это действительно функция проводника, функция мотиватора, функция помощника, коуча, если хотите, если хотите западное слово. Но вот в этом контексте педагог, он остается незаменимой фигурой. И самообразование — это возможно, это можно, этого можно достичь, но прежде чем это самообразование будет давать какой-то эффект, мы должны научить ученика учиться самостоятельно, привить ему любовь к обучению, привить ему мотивацию к этому обучению, создать у него соответствующее ценностное поле и мировоззрение. Без этого, к сожалению, никакое самообразование невозможно. Но, тем не менее, вот к моему первому вопросу, то есть интернет в данном случае, ну как-то уравнить вот эту разницу между большими городами и маленькими, там, провинциальными, и даже не городами, а селами и так далее, это реально сейчас у нас в стране. Страна огромная. Это возможно, это действительно возможно. Хотя, если все-таки рассуждать экономически, то получается, что, например, в сильно отдаленных районах проведение и поддержка доступности интернета сейчас на современном уровне развития технологий зачастую стоит дороже, чем обеспечение этого удаленного места бумажными учебными материалами. То есть, ну, а что, надо что-то делать все равно. Надо выбирать, надо выбирать, да, и действовать все-таки с экономической точки зрения, то есть, что эффективно, затраты и, соответственно, тот результат, который мы ожидаем. А вообще вот все вот эти приобретения школой, ну, гаджетов тех же, я не знаю, вот это вот материальные базы, это за счет государства происходит? Как вот происходит финансирование, там, нужны теперь вот эти VR-очки или что-то другое? Как это теперь работает? Финансирование школ осуществляется действительно государством. Это уровень регионального бюджета и бюджета муниципалитета. Ну, в основном, конечно, региональные бюджеты. Статья называется «Учебные расходы», и из этой статьи, собственно, и финансируются расходы по закупке как учебных материалов, так и учебного оборудования. Денег действительно хронически не хватает, поэтому мы, например, в своей деятельности ориентируемся на концепцию «bring your own device». А, принести свое собственное... Собственное устройство, да. Принеси свое собственное устройство в школу. Дело в том, что статистика показывает, что практически все уже работают со смартфонами. У многих людей есть планшеты. И игнорировать этот факт, и не использовать его для обучения, ну, по крайней мере, нам кажется очень странным. Мы ориентируемся на эту концепцию и видим, что она действительно дает результаты. Мы адаптируем свои электронные учебники под различные размеры и форматы экранов. То есть они у нас автоматически адаптируются или адаптируются по желанию того же самого ученика. Мы даем возможность работать и в оффлайне, и в онлайне. Мы даем возможность в рамках одного класса, чтобы учитель мог с частью учеников работать с помощью цифровых технологий, а с другой частью с помощью бумаги. Ну, простой пример. Вот учитель говорит, дети, откройте учебник на странице 25. Да. Кто-то... Кто-то пролистывает до 25-й страницы бумажный учебник, а в наших электронных учебниках достаточно набрать страницу 25, и автоматически ученик перейдет на то место в учебнике, где начинается 25-я страница. А в классе не начнется гражданской войны? Ну, просто... У это уже просто какая-то классовая разница. Такого не будет. Сложно сказать. Если развивать личностное качество учеников, наверное, нет. Поэтому мы, по крайней мере, работаем над этим. Но по факту сейчас, как мы видим, до 30% учеников старшей школы уже ходят на уроки с планшетами. Да, это не как раньше, что ты в 8 учебников в рюкзак, да, и пошел. Теперь ходишь с одной маленькой сумочкой. Моя мечта девушек, молодых. Хорошо. У нас остается буквально не так много времени, полтора минуты. Вот какое-то еще финальное слово. Какая она будет, школа будущего? Вот смотрите, сейчас уже самый трудный этап у детей ЕГЭ. Следующий год, 1 сентября, уже можно ожидать каких-то изменений, пускай постепенных, о чем хочется поделиться вам непосредственно? Я не думаю, что за год какие-то кардинальные изменения в школах мы увидим. Но я полагаю, что то, что происходит сейчас, частичные небольшие шажки, которые делает школа по направлению к цифровизации образования, они в конечном итоге приведут к качественному рывку всей образовательной системы страны. Можно было бы этот процесс ускорить. И ускорение этого процесса, это, как вы правильно говорили, это развитие современной образовательной среды школы, обеспечение школы правильным оборудованием, планшетами, интерактивными досками, лабораториями, виртуальными очками, проекторами, чем угодно, что способствует внедрению этих самых цифровых технологий в жизнь школы. Что еще нужно? Это нужно обучение учителей, нужно создание массовых курсов повышения квалификации, которые будут готовить педагогов к этому прекрасному цифровому завтра. И мы, и государство, мы понимаем это и делаем конкретные шаги в данном направлении. Я хочу сказать о приоритетном проекте «Цифровая школа», который сейчас активно обсуждается, и на уровне правительства, я полагаю, что будет в ближайшее время уже... Какие-то изменения будут. ...запущен в жизнь, да. Ну и, собственно, о тех проектах, которые делает российский учебник в системе образования. Спасибо огромное, мы желаем удачи в таком нелегком деле, в такой трансформации. Нас гостях сегодня был генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Валерьевич Брычкин. Спасибо огромное, до встречи. Спасибо вам за приглашение. Спасибо большое. До свидания.